Всем привет! Меня зовут Диана Болдырева, я тренер по мужским стрижкам в школе Диметриус. И в сегодняшнем видео вы увидите стрижку в стиле гранж, как мы стрижем в школе Диметриус. Смотрите. И начну с височной зоны. Сначала определяю ребро жесткости. Ребро жесткости это такая первая контрольная линия, от которой будет идти вся плоскость. Задаю длину. Ребро жесткости ориентируется на пробор, параллельно полу. Дальше контрольный коридор строится от ребра жесткости до краевой линии через выступающий бугор в височной плоскости. Оттяжка 90 градусов. Можно выделить такую прядь. Дальше двигаюсь в плоскости, ориентируясь на контрольный коридор. Старайтесь, чтобы у вас волосы всегда были одинаковые. Или все мокрые, или все сухие. Чтобы не была разница в текстуре волос. Дальше нужно оформить краевую линию. Сильно коротко я делать не буду. Оставлю волосы на ушах. Так я простригла всю височную зону и сейчас отсушу и в сухом виде доработаю. И чуть-чуть доработаю поясингом. То же самое я делаю со второй височной зоной. Две височные зоны готовы. Теперь я приступаю к затылочной зоне. Подчесываю весь затылочный блок на пробор. Также задаю длину ребра жесткости. Прочесываю вниз и задаю краевую. Потом краевую я буду дочищать, дорабатывать на сухие волосы. Контрольный коридор от ребра жесткости до краевой линии через выступающий бугор. Оттяжка 90, срез 90 градусов. По всей поверхности затылочной плоскости срезаю волосы под 90 градусов. Обратите внимание, если у вашего клиента очень низкий рост волос, вот здесь вот вихры, то прежде чем посушить, нужно сбрить вот эти вот вихры. Чтобы потом в сухом виде волосы не топорщились здесь. Теперь я посушу и доработаю в сухом виде. Теперь также я доработаю пойтингом, слайсингом и чуть-чуть разобью вот эту краевую, чтобы она не смотрелась такой тяжелой. Дальше перехожу на теменную зону. Размачиваю все проборы. Есть несколько способов простричь теменную зону. Можно сводить с височной зоной и затылочной зоной. Можно не сводить. Можно простричь на удлинение. Можно простричь все в плоскости. То есть это зависит от желаемого результата. Сейчас я буду стричь на удлинение одним срезом. И у меня будет не сведенные зоны. Вычесываю весь блок на макушку и задаю длину. Дальше я сушу все по естественному росту волос. И буду дорабатывать уже в сухом виде. Теперь также пойтингом, слайсингом дорабатываю всю стрижку. Когда у вас внутри простриженные короткие зоны, как ребро жесткости, у вас стрижка не будет провисать. То есть она будет динамичной. Она будет динамичной в движении. Вот такая получилась стрижка в стиле гранж. Теперь осталось только уложить укладочными средствами. Попробуйте вы подстричь такую стрижку на своих клиентах. Будьте с нами, будьте с Деметриусом! Пока! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова